Смотрите, что Владимир Путин на этой неделе сказал про газ. Чтобы разряды-то отпускали. Нет, не надо разряжать. Зачем? Будут платить нам партнёры за поставки для внутреннего потребления, значит, они будут получать для внутреннего потребления. Не будут платить за поставки газа для внутреннего потребления на Украину, значит, не будут получать. Если они не будут получать, значит, скорее всего, будет отбор из экспортного трубопровода. Как начнётся отбор, мы будем сокращать подачу. Это Владимир Путин сказал в Австрии, на встрече с канцлером. Поэтому, вот, с одной стороны, угроза дефолта, с другой стороны, опять угроза вот этой, да, той же зимы, которая была, вот это непосредственные проблемы сейчас. Ну, есть проблема Конституции, но это проблемы реальные, да, декабрьские, можно сказать. Декабрьские проблемы, про газ. Про газ. Позвольте. Я про газ. А я хотел правительства. Ну, то есть представителя правительства. Вот я, власне, если вы позволите, Саввику, я, как бы, уряд трошки надихну до того, что я говорю. Вот, смотрите, в чём проблема того, что президент сусідней державы, ну, в принципе, так, зухвало, дякую, что вы меня поправили, премьер-міністр, ну, а он, насправді, президент. Национальный лидер. Він так зухвало ставится до нас, до украинцев. Все дуже просто. В святе панует закон джунглів. В святе поважают сильнейшего. И Россия, Украину, будет поважать только тогда, когда мы будем сильными. Когда у нас будет влада, которая будет защищать, в первую очередь, национальные интересы, но не свою властную кишень. Почему у нас каждой зимы приходит снег, и то, не знаю, как, уже нужно решить вопрос о газе. Ни до того часу этих проблем не решили. Я пытался разобраться в тих вопросах после подписанных так называемых газовых угод, которые, как вы пригадаете, были подписаны рік тому назад. Вот, смотрите, на хлопский разум, как я говорю, в лучшие часы Украина потребовала 70 миллиардов кубометров газа. Теперь, в связи с кризой, в связи с тем, что металлургий и коксохимические предприятия практически не работают, такая потреба есть не больше, как 30 миллиардов для предприятий и 20 миллиардов для населения. Это при том, что 20 миллиардов мы выбираем сами, и постоянно говорим о том, что нужно увеличивать выбор нашего властного газа. Само для потреб населения. Так ось, где логика была нашего уряда, когда они рік тому назад подписывали договор с Россией, в котором было несколько моментов. Первый момент. Они подписали тогда 5 угод. Вы про то знаете, люди добрые? Вы не знаете, и мы не знаем. Почему? Потому что никто никому ничего не сказал. Все скривали. Вот проблема в том, что влада должен сказать, что они от нашего имени угоди подписывают. Какие они подписывают? Другой. Цена на газ была найвищая в Европе. Третий. Цена на газ не предбачала пропорційную зависимость от цены на транзит российского газа территории Украины. И четвертое, что важнейшее. В том договоре было значено, что мы за недобир должны платить штрафы. А зобовязали Украину, благодаря переговорам Путину и Тимошенко, аж 52 миллиарда щорячно купить в России газу. Для чего? Если мы должны переходить на вогилля, если мы должны использовать новые энергосберегающие технологии, если мы должны увеличить видобуток собственного газа и собственной нафты. Но мы подписали и начинаем платить штрафы. Чи знаете вы, людоньки добрые, что за первый квартал мы уже заплатили только через недолугисть уряду 530 миллионов просто штрафов? Уявляете собі? А те, что Путин сказал, что сейчас он не будет из нас штрафов брать, то не означает, что через півроку он не выставит нам соответствующие рахунки. Отже, товариство, я вважаю, что нужно открывать криминальные дела против тех чиновников, которые из нашего имени сделали из нас банкротом. А теперь, зверніть увагу, что они делают, они позичают гроши из Международного валютного фонда, не чтобы вкладывать эти гроши в развитие малого и среднего бизнеса и развивать средний класс, не чтобы вкладывать дешевые кредиты. А они эти гроши вкладывают для того, чтобы рассчитываться с Россией за газ. Это как в том анекдоте. Два кума зустрялись и кажут, куми, дай 100 рублей. Кажут, я не маю 100 рублей, я лише не маю 50. Давай 50, а будешь мне еще 50 винный. Вот так мы, через недолугих наших урядовцев, стали винны Росії, мы теперь винны Европе. И каждый из вас, вы знаете, что каждый из вас, украинцев, сейчас, в связи с тем, что внешний борг Украины загальний близко 110 миллиардов, мы уже в борговой яме. Мы же навіть того не изъяснили. А завтра прийде МВФ, и он у нас будет забирать эти гроши, как кредитор. Каким чином? Не в нас, в наших детей. Правильно, землею будет забирать, стратегическими предприятиями будет забирать. Не в бок, три минуты. А ну теперь расскажите, как это вы нас обдурили. Скажите, что вам не терпится сказать? Хочу сказать по поводу долгов. Ну, смотрите, я еще раз хочу повториться, найбільша проблема взаимостосунків між владою и общество, что побудована стена. Они что-то делают, а мы ничего не знаем. У меня до вас просто одна пропозиция, чтобы не было инсинуаций. Надрукуйте, будьте ласка, офіційно газові домовленості між Україною и Россией, чтобы народ мог ознайомиться, что было подписано от них и мне, и там есть штрафные санкции, или нет, и все остальные нюансы. Вот тогда все будет правильно, вот тогда народ может дать оценку справедливо, самостоятельно. Дякую. Віталій Портина. Пане Олеже, газові угоди між Росією и Украиною конфиденційні, и именно поэтому их не друкуют, потому что когда их подписывают, там есть такие статьи. Они, конечно, друкуются потом. Вы знаете, пане Олежею, что в интернете они то есть. В интернете они есть, но мы не знаем, что это, что это, что мы маем, до речи, это усведомить. Что все газовые оборудки последних 20 лет, они конфиденційные. А если бы Украина сплачула бы реальную цену за газ, а Россия реальную цену за транзит, нам не нужно было бы этих разговоров и не нужно было бы этих раздруковок. Но мы этого маем хотеть как народ. Правильно? Когда Леонид Дагилович Кучма обещал своим выборцам, что у нас будет пильгова цена на газ, люди его поддержали, потому что лучше иметь меньше, чем больше. И теперь мы за это все расплачиваем, мы маем это усведомить. И, наконец, мы должны понимать, что мы должны платить столько, сколько оно стоит, а эти галузи промышленности, которые избыточные, за такой ценой, на жаль, нам уже не покешены. И не покешены в рабочих местах в них, и не покешены в коррупции, в продукции. Это я могу сказать. Из 12,8 миллиардов, которые предназначены бюджетом финансирования ЗСУ на поточный год, Из бюджета за 10 месяцев выделено 7,3 миллиона миллиарда гривен. Это самое катастрофическое финансирование армии с 1991 года. Я сейчас публично обратаюсь к премьер-министру. На протязи двух дней забезпечить максимальное финансирование того, которое предназначено бюджетом украинского войска. Если это не будет сделано, мы станем свидетелями без поворотных процессов. Приняли, посмотрим. Опять-таки, не смотрите на это, как на электоральный результат. Это ничего не значит. Это просто кто-то сказал что-то, чего люди не знали, что-то убедило. Проанализировать, какие аргументы работают перед избирателями, что избиратели хотят слышать. Обвинение за 2004-2005 год или взгляд в будущее. Вот мы видим. Инна Богословская, самая убедительная сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо. Олег Тернибок, Анатолий Гриценко, партия регионов. Дальше по убедительности. Виктор Ющенко, Людмила Супрун, Александр Мороз и блок Юлия Тимошенко, который сегодня был наименее убедительный. А нет, блок левых сил еще менее. И Юрий Костенко вообще не убедительный. Но так сегодня получилось. Давайте сейчас посмотрим, как это разложилось по стратам. Вот интересно, мы сразу можем сказать. Вот как молодежь сегодня голосовала. Вот 18-29 это считается. Да, молодежь сегодня. 18-29. Да, вот Олег Тернибок был самым убедительным среди молодежи. Дальше. 60 плюс, то есть люди старшего поколения. Тут как раз Инна Богословская, Анатолий Гриценко, Олег Тернибок, партия регионов. Ну, примерно вот так, как у нас распределились голоса в цельном. Спасибо. 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 Спасибо.